Рада встреча с вами, наши дорогие друзья. В прошлом видеоуроке мы с вами разобрали инструменты для коррекции летних зелёных фотографий. В этом видеоуроке мы с вами полностью проведём художественную обработку фотоизображения, с которым и работали в предыдущем видеоуроке. И, внимание, друзья, сюрприз! В данном же видеоуроке мы с вами разберём ещё одну художественную обработку. В данный момент вы наблюдаете её на экране. Думаю, приёмы, которые я собираюсь вам продемонстрировать, будут не лишними, и надеюсь, что они окажутся вам полезными. Ну и непосредственно перед самой обработкой давайте, пожалуйста, разберём ещё один не менее полезный, не менее нужный и интересный инструмент для коррекции не только зелёных, но и любых других оттенков – это фильтр камера RAW. И после первой части всё думала, сколько же мне человек зададут данный вопрос, а как же фильтр камера RAW, да? Там же так хорошо можно править цвета и оттенки, но мне задали подобный вопрос всего лишь несколько человек, да? Нет, конечно, мы не оставим без внимания данный фильтр. Он очень гибкий, очень удобный, и давайте сейчас его рассмотрим на предмет коррекции всё той же самой зелени. И в самом верху панели настроек есть ползуночки баланса белого, температура, оттенок. Уже здесь мы можем довольно кардинально, если, конечно, требуется, подкорректировать цвет и оттенок зелени. Также, прям не уходя никуда, мы тут имеем прекрасную возможность проработать тоновую составляющую, сделать посветлее, к примеру, дальний план или потемнее, притемнить, либо высветлить конкретно светлые области, или, если вам не нравятся глубокие тени на дальнем плане, осветлить и их. Или понизить контраст, что делается довольно часто, также для дальних планов. И также здесь сразу же можем снизить красочность, либо насыщенность, что, опять же таки, для дальних планов делается очень часто. Ну и подошли к самому главному блоку, блоку по работе с цветами и оттенками. Здесь нам Adobe представляет возможность работать с каждым цветом и его оттенками по отдельности. Работаем, как и в предыдущем случае, с желтым и зеленым. И обратите внимание, друзья, как удобно, мало того, что мы можем настроить здесь желаемый цветовой оттенок, мы можем тут же отрегулировать его насыщенность, также отрегулировать его яркость. И еще один довольно интересный раздел под названием «Калибровка по работе также с цветом и оттенками», где мы можем положить небольшую тонировочку на нужные нам участки. Разбег цветов и оттенков здесь довольно большой, и можно настроить очень интересные цветовые. Регулируя ползунок тени, как вы понимаете, в тенях можно настроить оттенок от насыщенного бордового до насыщенного зеленого. Если красный мы уведем на 100 в минус, а зеленый на 100 в плюс, мы получим вот такую нежную, приятную изумрудную зелень. А если зеленый уведем на 100 в плюс, а синий на 100 в минус, мы получим теплый и в какой-то степени розоватый оттенок зелени. В общем, друзья, конечно же, все в ваших руках, да, настройки коррекции в камере RAW очень удобны, экспериментируйте. И вот так выглядит, друзья, коррекция зелени в камере RAW. Обратите внимание, пожалуйста, на маску. Модели залиты не черным, а серым цветом, и это значит, что та коррекция, которую сейчас мы проводили в фильтре камеры RAW, действует на них, но в меньшей степени, чем на фон. Ну что ж, друзья, приступаем к практическому применению инструментов коррекции, да, и сейчас у нас полная обработка данного фото. Для дальнейшей обработки я решила остановиться на коррекции зелени с помощью корректирующего слоя цветовой тон-насыщенность. Только лишь работая по маске, рисуя по фону кисточкой с небольшой непрозрачностью, слегка проявлю зеленые оттенки. Чтобы сильнее выделить модель на нашем фотоизображении, добавлю именно на нее только контрастность, используя корректирующий слой, кривые и, конечно, маску. Готовую маску на нужный нам слой перетаскиваем с помощью мыши, зажав клавишу Alt. Подкорректируем тон кожи модели и уберем зеленые рефлексы, используя фильтр Camera Raw. Предварительно выделим именно лицо модели и создадим композитный слой. И при активном выделении заходим в фильтр. Сразу же проходим в раздел смешения цветов. В зеленых цветовой тон уводим, конечно, в сторону желтого. В пурпурных цветовой тон уводим в сторону красных оттенков. То же самое делаем и в красных. Уводим от пурпура в сторону красного. В желтых также уводим ползуночек цветовой тон от зеленого в сторону желтого. Одним словом, друзья, добавляем в кожу модели более телесных приятных оттенков. Мы стараемся убрать лишние, ненужные, такие как пурпур, зелень синева. Давайте посмотрим до и после. И видим, да, убрали зеленые рефлексы и сделали лицо более объемным. Не снимая выделения, включаем корректирующий слой, цветовой баланс и подстраиваем еще оттенки кожи. И в средних, и в тенях, и в светах, по большому счету, добавляем лишь только теплых оттенков. Всю маску заливаем черным цветом и, взяв кисточку мягкую, стандартную круглую, белого цвета, с небольшой непрозрачностью, проявляем настроенные оттенки лишь локально, на некоторых участках лица. Добавим румянец на лицо модели, нарисуем его на пустом слое, создаем его, подбираем подходящий цвет и рисуем кисточкой мягкой, круглой, стандартной, с очень небольшой непрозрачностью. Чтобы румянец смотрелся более естественно, переведем данный пустой слой в режим наложения «Цветность». Прорисуем объем, а в частности тени, для этого создадим еще один пустой слой, только теперь в режиме наложения «Умножение». Я подобрала для прорисовки теней темно-темно-коричневый цвет, взяла образец пипеточкой с фотографией, рисую мягкой кисточкой с небольшой непрозрачностью по темным участкам на фотоизображении, усиливая их. Еще больше отделим модель от фона, добавим воздуха, воздушную перспективу на дальний план. Для этого создаем еще один пустой слой в режиме наложения «Обычный», подбираем довольно-таки светлый цвет, образец берем с фона и мягкой круглой кисточкой стандартной, опять с небольшой непрозрачностью, проходимся по фону позади наших моделей. Для разделения изображения на планы, чтобы создать иллюзию глубины пространства, затемним передний план. Сделаем это с помощью градиентной заливки. Обратите внимание, друзья, цвета для градиента, да, я также беру пипеткой с фона. И рисуя по маске черной кисточкой, корректируем данную градиентную заливку. Убираем затемнение с моделей со стороны света. Усиливая ощущение солнечного летнего дня на фотографии, добавлю света. Нарисую его просто кисточкой на пустом слое в режиме наложения экрана. Подкорректирую данный световой эффект, рисуя черной мягкой кисточкой полупрозрачной по маске. Вытруя интенсивность эффекта слегка с моделей. Модель мне кажется слегка заваленной. Исправлю я это с помощью функции трансформация. Для этого я создаю композитный слой. Зажав клавишу Ctrl, я тяну за узелочки, которые появляются на рамке трансформации. Продублируем, друзья, композитный слой. Переведем его в режим наложения «Мягкий свет». Применим фильтр размытия по гауссу. Радиус довольно большой, в районе 30-40%. Этим действием, друзья, мы сделаем изображение мягким и добавим свечение на фото. Немного подкорректируем этот эффект кривыми, зайдя в параметры, поэкспериментируя с моделями. И тут же немного корректирую кривую. В синем канале добавляю немного холодных. И давайте посмотрим на итог данного приема. Как я и говорила, изображение стало мягче, насыщенней и появилось свечение на фото. Также можно отрегулировать непрозрачность этого эффекта. Произвольный инструментом ласса выделяю модель и проведу небольшую коррекцию корректирующим слоем кривые. Добавлю контраст с тоновой кривой, а также в каналах. Чтобы убрать четкие границы выделения, размываю маску. Стараюсь поставить еще более ровно модель, используя инструмент кадрирования. Обращаю ваше внимание, друзья, перед этим объединяю все слои в один композитный слой. На нем и провожу данные манипуляции. И завершающее действие, друзья, в нашей обработке – это добавление резкости. Дублирую композитный слой, меняю ему режим наложения на линейный свет и применяю фильтр «Краевой контраст». Стандартный всем знакомый прием добавления резкости. Подбираем соответствующий радиус резкости для нашего фото. Данный резкий слой закрываю черной маской и белой мягкой кисточкой с нужным процентом непрозрачности проявляю резкость на важных деталях изображения. Данная обработка, друзья, у нас завершена. И было много вопросов в нашей группе ВКонтакте по еще одной обработке, вот этой. И давайте быстренько пробежимся. Я вам расскажу последовательность своих действий здесь, а PSD-файл по слоям данной обработки, где каждое действие вы сможете рассмотреть более подробно, вы можете скачать в материалах на нашем сайте, ссылочка прямо под видео уроком. Это, друзья, и исходное фотоизображение. Здесь после применения камеры RAW я слегка подняла модель вверх, чтобы ее более приблизить к центру, чтобы зритель не смотрел на фотоизображение и на модель в частности сверху вниз, а модель была более-менее на уровне глаз зрителя. Добавила цветочки травку, притемнила низ фотоизображения, тем самым начала первичное разделение изображения на планы. Пластика, да, понятно, снизила общую контрастность и выровняла света и тени на изображении. Ретушь методом Dodgen-Burn и ретушь методом частотного разложения с применением плагина портретуры. И далее идет большая и сложная коррекция кривыми. Пыталась сбросить насыщенность красного, да, с лица. В частности, здесь вот я и описывала, что данными корректирующими слоями я и делала. Это снижало насыщенность, работало желтыми оттенками с красными и зелеными. Еле заметная, конечно, коррекция, но она присутствует и ее видно. Данный кривой уже начала добавлять цвета. Здесь на серых слоях прорисовка светотеневого рисунка и бликов. Воспользовалась данным плагином, вот его название, добавила четкости деталям, насыщенности и слегка объема. Притемнила кусочек воротничка, корректирующим слоем кривые, чтобы он зрителю не бросался в глаза, не отвлекал его внимание непосредственно от лица, от глаз модели. Ну, а далее работала я с цветами, да, в частности, градиентная заливка. На передний план я добавила темных холодных синих цветов, да, и слегка притемнила я правый нижний угол, так как свет у нас падает сверху немного слева. Заливка цветом в режиме наложения мягкий свет добавила теплых оттенков на дальний план. В данной обработке у меня получился передний план холодный, а средний и дальний план теплые. Добавила слегка эффект освещения. Осветлила лицо корректирующим слоем кривые. И вот далее, друзья, довольно интересный прием. Давайте я приближу фотоизображение, чтобы вам более наглядным было видно. Посмотрите, на фон и на средние и темные участки данным приемом добавлены теплые оттенки, а в света очень корректно, очень дозировано добавлены холодные оттенки. На этом приеме я хочу остановиться отдельно и показать вам его. Сочетанием клавиш Ctrl-Shift-Alt-E делаем композитный слой и заходим в каналы. Выделяем и копируем синий канал и ставим его отдельным слоем в палитру слои. Меняем режим наложения «Мягкий свет». Размываем по гауссу довольно прилично. То же самое, что мы и делали в предыдущей обработке, когда делали фото мягче и добавляли свечение. И заходим в изображение, коррекция, включаем кривые. Заходим в параметры и вот здесь, друзья, внимание. Выбираем модель «Найти теневые и светлые цвета». И нажав на цветное окошечко «Тени, света или средние тона», открывается палитра, подбираем оттенки для светлых участков, для теней и для средних. В этой обработке, да и вообще зачастую в этих окошках, очень неплохо настраивать именно света и тени на коже наших моделей. Но и не исключаем настройку светлых и темных участков на всем фотоизображении. Когда мы произвели настройку в достаточной степени, ну, когда нам уже более-менее нравится изображение, закрываем все эти окошечки и на самом слое можно снизить непрозрачность, а также провести коррекцию, рисуя по умазке черной кисточкой, удаляя данную коррекцию с ненужных вам участков. Здесь, друзья, обыкновенная резкость добавлена на фотоизображение. Как мы и добавляли, и данным корректирующим слоем кривые. Я также еще больше добавила холодных оттенков на изображение, но это уже все на индивидуальный вкус каждого. Небольшие финальные коррекции сделала изображение еще теплее. Еще раз повторюсь, друзья, PSD-файл данной обработки находится в материалах к этому уроку, как и исходное изображение предыдущей обработки, которое мы проделали в данном видеоуроке. Ну вот, дорогие друзья, данный видеоурок подошел к своему завершению. Мы здесь разобрали с вами на практике приемы работы с зеленью, с зелеными оттенками. А мгновенно улучшить ваши снимки вы сможете с помощью наших волшебных наборов весеннего и летнего. И об этом, друзья, будет наш следующий видеоурок. Незамедлительно подписывайтесь на наш канал, и вы будете всегда в курсе наших новинок. Сердечно, дорогие друзья, благодарю вас за ваше внимание, спасибо вам. Также буду благодарна вам за ваши комментарии и ваши лайки. Всего вам самого доброго и до самых скорых встреч!